Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. О самых интересных событиях недели сегодня расскажу вам я, Дарья Ковалевская. В этом выпуске. Первая цифровая перепись населения стартовала в России. Студенты РДН приняли участие в литературно-музыкальном салоне. А теперь более подробно об этих и других новостях. Новые российские школы появятся в странах ближнего зарубежья. В них дети смогут проходить обучение полностью на русском языке. О важности этой инициативы рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время открытия 27-го Всемирного Конгресса соотечественников. Россия готова развивать новые образовательные проекты за рубежом. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Уже скоро российские соотечественники в Таджикистане смогут записать детей в русские школы. Обучение в таких учреждениях будет идти полностью на русском языке, а образовательные стандарты соответствовать российской программе. Активнейшим образом укреплять позиции русского языка, русской культуры, в целом русского мира. Я сам на переговорах с нашими соседями по Содружеству независимых государств непосредственно занимался вопросами, которые касаются продвижения русского языка, создания русских школ. Мы заинтересованы в том, чтобы это, в принципе, стало таким модельным проектом для всех наших союзников и стратегических партнеров. Договоренность о строительстве русскоязычных школ в Таджикистане заключили главы государств Владимир Путин и Эмма Майданова Али Рахмон. Известно, что новое образовательное учреждение построят в пяти городах Таджикистана. Первые школы будут открыты в Душанбе и Турсунзаде уже к сентябрю 2022 года. В каждой из них смогут учиться более тысячи школьников. У меня четверо детей, трое из них подростки школьного возраста, а дети у меня учатся в русскоязычной школе, десятый класс, седьмой класс и пятый класс. Большинство граждан, они находятся в трудовой миграции в России, они хотят, чтобы их дети с детства знали русский язык, потому что у нас растет уже целое поколение будущих мигрантов. Уже люди знают, что после окончания школы они поедут в Россию на заработки. Программу по строительству российских школ поддерживают также страны СНГ. Заинтересованность в проекте выразили руководство Узбекистана и Армении. Всероссийская перепись населения приглашает к участию всех жителей страны. Она впервые проходит в цифровом формате и несет большую ценность для сохранения малых и коренных народов России. Подробнее в следующем сюжете. Каждые 10 лет в России проходит перепись населения. Такая практика помогает государству собрать точную информацию и определить, как изменился состав населения в разных регионах. Именно на эти данные опираются федеральные органы власти, чтобы рассчитать, сколько детских садов, школ и других важных объектов инфраструктуры необходимо для каждого города России. Нам нужно понимать, как развивать социальную инфраструктуру, как улучшать нашу с вами жизнь, где мы живем, кто мы такие. Поэтому все равно актуальность переписи остается достаточно высокой. Еще одна важная проблема, которую решает перепись населения – это сохранение национальной культуры и языков коренных народов России. В 2010 году в стране насчитывалось более 300 тысяч жителей, которые представляли малочисленные народы. Самые крупные из них – ненцы, абазины и эвенки. Сейчас, благодаря всем технологическим решениям, которые мы внедрили, нам понадобится всего лишь один год. И я хочу сказать, что это, на данный момент, насколько я знаю по опыту других стран, это самое быстрое и скоростное, скажем так, подведение итогов, которое вообще когда-либо существовало. Первые данные у нас появятся уже в январе, как только мы закончим перепись в труднодоступных территориях. И тогда у нас появится окончательная цифра численности населения нашей страны. Проект стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября. В этом году Федеральная служба государственной статистики впервые предлагает жителям страны принять участие онлайн. Каждый желающий может заполнить электронный переписной лист через портал Госуслуг. Участники ответят на 33 вопроса и расскажут о своем гражданстве, национальности, а также владении языками. Поэзия Есенина и музыка Чайковского встретили всех гостей 42-го литературного салона РУДН «Музыкальная планета». Иностранные студенты прочитали стихотворения знаменитого русского поэта и поделились своими впечатлениями о России. Студенты профессионального объединения РУДН «Музыкальная планета» уже на протяжении 15 лет проводят в стенах университета музыкальные литературные салоны. Здесь участники каждый год представляют свои новые творческие работы, читают русскую классику и вместе наслаждаются ярким симфоническим концертом. Главным и бессменным организатором этой доброй студенческой традиции является Галина Николаевна Трофимова, профессор кафедры массовых коммуникаций, заслуженный работник культуры. Задумка заключалась в том, чтобы объединить творческие силы университета, интерклуба, университет дружбонародов и Центрального дома ученых Российской академии наук, симфонический оркестр имени Бородина. Мы решили это назвать «Музыкальная планета» университета дружбонародов. И вот каждый раз запускаем на орбиту такую музыкальную планету. Вот запустили их уже 41, сегодня будет 42. Тема 42-го музыкально-литературного салона «Страницы и образы России». Она посвящена премьере видеофильма, который подготовил творческий коллектив университета. Эта работа называется «12 месяцев в России». Согласно режиссерской задумке, иностранные студенты попробовали донести до зрителя главные образы и символы русской идентичности через поэзию Сергея Есенина и цикл музыкальных пьес «Времена года» Петра Чайковского. Будет 12 мини-видеороликов, каждый из них будет посвящен одному месяцу. Соответственно, это будет музыка Чайковского из цикла «Времена года», какая-то пьеса. И студенты, иностранные студенты читают стихи Есенина. Причем мы делаем это не в аудитории, не в университете, а мы едем куда-то на природу. Съемки фильма проходили в памятных местах и знаменитых исторических интерьерах, в том числе в усадьбах и музеях России. Своими впечатлениями об участии в проекте поделились также сами студенты. Я приехал из Гонго, уже 5 лет здесь в России. Мне нравится здесь жить в России. Инициатива очень хорошая. И еще место, где мы сделали съемку, но вообще там прекрасно было, еще погода, все. Каждый музыкальный салон – это интересный и увлекательный разговор о важных вопросах современной жизни в сопровождении вечных шедевров классики из музыки, литературы и живописи. О самых интересных событиях и жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова